Дорогие слушатели, добрый вечер! Сегодня в программе «Полеты во сне и наяву Снармин» в эфире «Радио 1» у нас в гостях пианист, художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества Иван Рудин. Добрый вечер! — Здравствуйте! — Приятная новость для нас, для всех. Мы-то друзья, у меня здесь вообще чужих людей не бывает в этой программе. И я рада, что Иван принимал участие во многих проектах у нас в Московской области, замечательные на фестивале Чайковского и на других. И вот эта новость этого лета, что теперь коллектив, большой симфонический оркестр, под твоим руководством мы не делаем вид, мы как общались на этой, так общаемся. Для меня была очень хорошая новость, позитивная, и я сразу подумала о том, что что-то будет хорошее с этим коллективом происходить и яркое. Я надеюсь, что мы вместе многое сделаем. Но это была моя реакция. А какова была реакция, собственно, человека, которому при огромной концертной своей деятельности сольной вдруг предлагают такое бремя? — Ты знаешь, это, конечно, для меня огромный и вызов, и ответственность. Потому что, ну, кроме того, что просто количество музыкантов, которые работают в коллективе замечательным, в замечательном коллективе, и вызовы, которые стоят перед этим коллективом, конечно, они ложатся на мои плечи, и я должен как-то, должен был представить себе, как я вижу, путь коллектива на ближайшую перспективу, что делать и с творческими задачами организационными. И точно могу сказать, что у меня не было чувства страха. Скорее просто мне хотелось, наверное, вот чувство ответственности для себя разложить на какие-то атомы, понять, что мне нужно сделать в первую очередь, что во вторую. Я честно скажу, что брал определенное время подумать, прежде чем принять это предложение. Потому что такие вещи, я считаю, ни в коем случае нельзя делать необдуманно. И вот в итоге для меня это обдуманное решение. Я очень благодарен за это предложение. И надеюсь, что вместе мне, с коллективом музыкантов, с моими друзьями, с друзьями и в музыкальной среде, и в общественной, и в медиа среде, получится украсить наш регион в большом смысле интересным, ярким коллективом, у которого будет своя ниша. Ну, вообще, вот я подумала о том, что, наверное, это тоже как бы показатель времени, на мой взгляд, очень позитивный. Когда люди молодые, полные силы, успешные, становятся руководителями, художественными руководителями коллективов, потому что, ну, еще лет там, там, 40 лет назад представить, чтобы человеку в 35 лет доверили большой оркестр симфонический, это как бы из области фантастики к этому шли долго и так далее. А сегодня эта политика, ну, и в театрах, и она дает свои результаты, потому что это сила, это, правильно, как ты сказал, это умение работать, вот, сообща в команде, потому что, ну, просто человек активный, он действительно обладает, ну, каким-то, наверное, ритмом внутренним. Это все, да, но художественная руководитель оркестра, это, в принципе, ну, такая тираническая все равно статусная, да, история. И вот понятие авторитета, ну, как бы непререкаемости, суждений, с этим как? Ты знаешь, мне кажется, что любой авторитет надо сначала заслужить. Я думаю, что, ну, даже великие примеры, примеры великих дирижеров, не сравнивая абсолютно себя с ними, но мы знаем, что великий оркестр ненавидели своих великих дирижеров и начинали к ним относиться по-другому только в тот момент, когда те становились гостевыми, приглашенными дирижерами. Да, да, да. Вопрос авторитета, вопрос сложный. Я думаю, что это постоянная борьба с самим собой, постоянная, постоянная... Ты должен постоянно доказывать свою творческую потенцию, свою способность ставить творчески интересные задачи, решать их и на репетиции, и, безусловно, на сцене. И это в конечном итоге такой симбиоз, знаешь, это потому что твои способности оценивает как коллектив, так и публика. Понимаешь? Потому что эта энергия, она не уходит в никуда. Поэтому я отношусь к этому достаточно прагматично, в хорошем смысле, реалистично, так скажем. Я знаю, что я должен сделать, чтобы заслужить. И дальше вопрос того, удастся мне или не удастся. И если мне это не удастся, значит, буду виноват я, что мне на кого-то перекладывать. Потому что должность сама по себе, она не дает никаких обязательств и гарантии успеха и успешности. Успеха, да, уважения ни в коем случае. Со времен отмены крепостного права, знаешь, все изменилось, когда это были театры при ком-то, да. Все. Поэтому я отношусь с уважением к людям, к нашим музыкантам. Для меня это первая и самая главная ценность. И на первой встрече я сказал, что моя задача вместе с ними работать. Это наш ансамбль, камерный, симфонический ансамбль. Но и какие-то изменения, которые они ждали, может быть, произошли для них наконец-то. Поэтому я смотрю в их глаза. Хочет человек вместе, не знаю, в космос полететь. Или он просто так относится. Ну да, или пересидеть просто так поспокойней. Безусловно, это вызовы не только для меня, но и для них. И вот от того, насколько мы успешно это решим, в конечном итоге уважение к коллективу, каждому из музыкантов тоже будет. Да. И потом вопросы там разные. Они могут быть и бытовые с точки зрения, ну, так сказать, работы и жизни. Это же огромный коллектив. И такие важные космические, как выбор репертуара. Потому что вот ты успешный солирующий музыкант. Работаешь, опыт работы с разными коллективами. У каждого плюс-минус есть свой некий, ну, репертуарный стержень. Повторять, наверное, не хочется. Что-то свое вот так вот выдумать очень сложно. Вот, наверное, мне кажется, это самый главный вопрос. Ты совершенно права. И первая задача, которая была, стояла передо мной, это спланировать вот в такой перспективе, прямо на короткой дистанции, перед началом сезона, новые программы хотя бы до конца года. Мы объявили прием заявок на такую серию дирижерских дебютов, которые мы провокационно назвали «Пусть говорят», в скобочках, дирижерский дебют. Вот что ни подумай. И мы сейчас принимаем... А где, вот слушателям сразу, надо объяснить, где это, может быть, услышать, увидеть? Концерты пройдут в Москве. И, кстати, можно сказать, что в области, в Химках, в Зеленограде. Нет, Зеленоград – это Москва. В Химке, Московская область. Я согласен. Но, тем не менее, значит, мы дадим площадку дирижерам, которые присылают сейчас свои заявки, мы их рассмотрим, и некоторых дирижеров пригласим придирижировать уже заявленные конкретные программы для того, чтобы они имели возможность выступить и показать себя, придирижировать симфоническим оркестром. Потому что это большая проблема. На Западе есть сформированная система обучения, когда кто дирижирует оркестром. У нас, к сожалению, в общем, из еще каких-то там непутевых лет, к сожалению, эта система была разрушена. И я считаю абсолютно необходимым, чтобы росли молодые востребованные дирижеры, давать им место с дирижерским пультом. Вот, кстати, я подумала о том, что конкурсов нет. Конкурсы и на телевизионном уровне формата, там, большая опера и так далее, на всяческом. А дирижеров-то нет? Абсолютно. Это, вот, фактически, это мини-конкурс. Может быть, мы дойдем до большого конкурса, но это важнейшая проблема, что нету яркого дирижерского конкурса. Я уже даже обсуждал это с коллегами, как сделать дирижерский конкурс в России. Вот нет, вообще нет. Нету хороших дирижерских мастер-классов. Это то, что я очень бы хотел сделать. Я с этой идеей, в принципе, ношусь уже два года. Нет. Потому что это тоже дико востребованный формат на Западе, и здесь его вообще нет практически. Есть ограниченные такое мастер-классы. Вот я знаю Юрия Симонов на базе оркестра филармонического проводил. Но вот в расширенном смысле, когда люди могут просто заявиться и действительно освоить какой-то репертуар, этого нет. Это нужно делать обязательно. И тот, кто сделает это там в Москве или области, это первое. Это просто вызовет невероятный интерес. Я вижу, сколько заявок нам уже свалилось на вот этот вот «пусть говорят». Огромное количество, неожиданно, хотя мы не так широко об этом объявляли. Люди действительно хотят самых разных возрастов. И это не только Москва, наверное? Абсолютно нет. Пишут со всей страны. Я говорю, что не только молодые, но есть заявки 60 лет, 55 лет. То есть люди с дирижерским образованием, которые преподают, которые, к сожалению, не востребованы в практической жизни. Почему бы не дать им эту возможность? Посмотрите, потому что мы все говорим, а вот как бы нет дирижеров молодых, вторых дирижеров, еще что-то, кто будет работать с коллективом. Нужно давать эту возможность. Нужно выводить людей на свет, пусть 10 человек слабее, мы увидим это. Им надо дать этот шанс. И вот я считаю, что первый мой шаг – именно дать шанс вот таким людям. Вообще, вот интересно, что мы сейчас говорим о том, что действительно, когда распускается росток, цветок сначала, потому что новый руководитель, коллектив существовал, но понятно, что он будет сейчас на новом витке. И это тоже вот мне очень нравится наше время в том плане, что вот какие-то такие яркие происходят события, назначения. И я очень верю, что действительно про этот коллектив мы будем в ближайшее время слышать. Вот, вот я прямо уверена. Но есть целый ряд проектов, наверное, они тоже будут как-то связаны. В свое время именно ты запустил, по-моему, первый, как-то он там назывался, конкурс молодежный. Вот Арслонга, я имею в виду. Он же был инновационным. Ну, инновационное – это слово стало модным несколько позже. Когда я придумал этот фестиваль, Нармин, не поверишь, мне было 17 лет, и в 18 он прошел первый раз. То есть это был 2000 год, 2001, да. Тогда слово инновационное и нанотехнологии, ничего этого не было. Мы делали молодежный фестиваль, я делал молодежный фестиваль, потому что это были, ну, выход из самого непонятного времени, смутного, да. И, по сути, молодежь просто не знала, чем заняться. И моя просто любовь к нашей профессии, к моей профессии, у меня было желание создать какую-то площадку, где мы можем просто банально музицировать, играть, выступать, говорить на языке, который нам понятен и нами любим. И вот я совершенно не предполагал, во-первых, количество трудностей, конечно, которые пришлось съесть. Может быть, если бы я знал, я бы за это и не брался. Но в этом году фестиваль пройдет в 17-й раз уже, с 1 по 30 октября. Мне даже просто самому страшно эту цифру называть. В октябре, да? 17-й раз. И вот много за эти годы замечательных музыкантов принимали участие в фестивале. Безусловно, Юрий Абрамович Башмец, Всероссийский юношеский стихонический оркестр, целых два раза выступал в прошлом году. Хабенский выступал, Мишу Майского мы привозили несколько раз, БСО. Давай, слушатели, мы объясним, в чем концепция все-таки этого фестиваля. Мы говорим о том, что мы знаем хорошо, да? И, может быть, даже проясним смысл названия. Концепция менялась в процессе, знаешь ли? Потому что сначала в названии фестиваля фигурировало слово «молодежный». Он и был молодежный, мне 17 лет. Всем моим товарищам, музыкантам тоже, соответственно, 17-18. Людям, которым было чуть-чуть за 20, нам казались метры. Но, тем не менее, на самом деле, в общем, я не должен сказать, что нас на старте поддержали настоящие метры. Такие музыканты, как Наталья Гутман, как Ирисовер Саладзе. И на втором или на третьем фестивале они приняли участие. То есть определенное было... Это очень важно, на самом деле, когда старшие товарищи, товарищи сейчас, наверное, могу сказать, но люди, которые кажутся в тот момент, да, конечно, небожителями, они говорят, да, это здорово, давай действительно сыграем. Очень хочется думать, что с возрастом не уйдет вот эта вот страсть тоже человеческая к новому, к живому, то, о чем ты говоришь, когда цветок распускается. Вот этот интерес к весне, к запаху чего-то нового, свежести. Я очень им благодарен. Конечно, фестиваль потом перестал быть молодежным, наверное. Уже после 10-го года, и мы все стали старше, и уже приобрели определенную репутацию. Я должен сказать, кстати, что в тени многих-многих лет это было совершенно на полном энтузиазме. Не помогало ни наше государство, ни город, никто, никто мы находили. Ну да, естественно, бюджетных денег не было, да. И это только произошло в последние годы, когда вот, да, уже там на 12-м году сказали, ой, ребята, вам 12 лет, какие вы молодцы, оказывается. Потому что, в общем-то, не так много фестивалей, действительно, которые были бы, ну, не ровесниками нашей новой страны, но, тем не менее, бы происходили из самого начала 2000-х, то есть конкретно из 2000-го года. И сейчас новые вызовы, новые трудности. Ну вот на 17-м году я могу сказать, что, конечно, довольно значительный опыт за плечами, кроме самых разных интересных программ, разнообразных программ, у нас в рамках фестиваля не только концерт, это и Московская филармония, и Московская консерватория, самые разные залы, но проходят и мастер-классы ежегодные. А в этом году мы запускаем проект «Открытый класс». Этот проект, на самом деле, очень важен для меня, потому что его не хватало мне в свое время, как молодому человеку. Мы организуем цикл встреч известных, успешных людей со студентами творческих вузов на базе ГИТИСа. Тебе знакомого. Знаешь, когда, я помню, мы были молодыми людьми, вот это вот нечеткое представление пути, по которому ты идешь, и что тебя ждет впереди, какие вызовы перед тобой стоят. Вызовы не просто в популярном этом слове, вызовы, а вообще, что тебя в жизни-то ждет, к чему тебя себя готовить, чем тебе заниматься. И, к сожалению, я знаю, что в творческой среде людей, увлеченных собой иногда, увлеченных, которые варятся в каком-то творческом котле, они не замечают, как меняется мир вокруг них. Они не замечают, что то, что было вчера востребованным, завтра полностью отомрет. И на самом деле это довольно страшно, я могу сказать. Многие из профессий, которые сегодня существуют и актуальны, они уйдут как ненужные, как извозчик, как, я не знаю, зажигатель газовых ламп и масса других профессий. И мне кажется, очень важным, чтобы талантливые, успешные, мудрые люди просто объяснили молодежи, что для того, чтобы быть успешным завтра, им нужно не просто ждать от экзамена к экзамену, от эксессии к эксессии. На сегодняшний день этого совершенно недостаточно. Они должны по-настоящему генерировать, как атомные какие-то электростанции, новую творческую энергию, смотреть на себя. А готов ли я противостоять тем вызовам? Не противостоять, а бежать впереди них. Потому что только если ты впереди них, время тебя не заклеснет, как цунами, и не затащит обратно. Не уверен, что... Как моя любимая метафора из Алисы, чтобы они бежали-бежали, чтобы остаться на одном и том же месте. А чтобы оказаться в другом, надо бежать в два раза быстрее. И вот я надеюсь, люди, которые согласятся и примут участие в этих встречах, Это не только музыканты, прости. Это не только музыканты. Это не только музыканты. Мне хотелось бы, чтобы кто-то из молодежи, студентов после такой встречи просто бы вышел, как что ли, отрезвленный тем, что жизнь, она совсем не такая, какой она кажется сегодня для них. А не напугаем ли? Уж совсем напугаем. А я хочу напугать. Я хочу напугать. Потому что страх вообще, это великий двигатель прогресса. Понимаешь? Страх для творческого человека чего-то не успеть, что-то не ухватить, вот остановиться. На самом деле, мне кажется, что страх можно использовать во благо. Правда. Я искренне в это верю. И, в общем, ты знаешь, что когда человеку страшно, у него вырабатывается столько гормонов, и как раз и мозг работает быстрее. Все органы чувств осязания, все это настолько в активном находится состоянии, что людям это просто полезно, ребятам это полезно. Не ждать дипломов, а действовать здесь и сейчас. Не думать, вот когда я доучусь, я пойду там устроюсь туда-сюда. Когда ты доучишься, старик. Но вообще вот такие все напуганные программами, открытым классом начнут активнейшим образом. Да, везде. А вот у нас, тогда другая сторона медали. Вот у нас как бы баланс между тем количеством творческих единиц, которые выпускают, творческие вузы, сейчас мы даже не можем не фокусироваться на музыкальном, и потребности совпадают, потому что условно, если все, мы все глядим в Наполеона, все такие выйдут суперзвезды, а мест вот на этом Олимпия все равно меньше. Кто-то должен работать в оркестре за третьим пультом, к сожалению. Ну, как бы это тоже правда жизни. Один из самых глубоких смыслов таких встреч, чтобы кто-то понял, что это не мое. Вообще не мое? Вообще не мое. Или я готов вот на... Вообще не мое. Что если я буду продолжать жить так, как я живу, я буду лишним человеком в этом меняющемся мире. В мире, где даже лидерам, где даже лидерам не ясно, что будет завтра. А мы живем именно в таком мире. Нету ни одного человека, который скажет тебе, что будет через год. Если это экстраполировать просто на устройство общества и на то, что растет подрастающее поколение, им нужно помочь, их нужно вовремя с них стряхнуть эту какую-то пелену, что ли, в которой они живут. Вот как бы пелена мирной жизни. Пусть жизнь будет мирной. Мы все хотим этой мирной жизни. Но при этом они должны понимать, что спокойное такое потребительское существование может быть не актуально в ближайшее время. То есть, ну вот, какие-то банальные вещи. Вплоть до того, что люди могут быть заменены во многом машинами. Конечно. Безусловно. И этот процесс, он сейчас начинается. И он уже неостановим. И просто многие будут не нужны, чем люди будут заниматься. И, может быть, кто-то поймет, лучше я пойду сейчас осваивать какую-то другую профессию, чем я буду в этой профессии неудачным. Но тогда вопрос, который наверняка, вот, может быть, людей таких более далеких, да, от тонкостей, даже не тех, кто постоянно, допустим, ходит на концерт. Тривиальный, с одной стороны, с другой стороны, философский. Всё-таки, вот, сознание человека к музыке солирующего, да, успешного или делающего карьеру, и сознание, менталитета человека, который принял для себя роль, вот, тем более, ты сейчас руководишь оркестром, оркестранта. Всё-таки для человека, который закончил консерваторию, наверное, изначально видел себя там, и потом он спокойно, условно говоря, вот стал, ну, единицей в этом большом целом. Оркестр — это единый организм. И для людей, как бы, ну, может быть, не столь следующих, даже непонятно, где первый пульт, что такое, почему, как кто-то меня спросил, а почему только этому дядечке руку поджимали? Потому что он первая скрипка, а остальные, да, 25. Вот, вот ты сам понимаешь разницу, и к этому же тоже, вот кто-то же должен и в оркестре играть? Безусловно, и самое интересное, что на самом деле, опять же, замечательных, выдающихся оркестровых музыкантов, их не так много. И это вообще большая ценность, ими страшно дорожат оркестры, честно тебе скажу. То есть это тоже карьера и тоже путь? Безусловно, если мы слушаем великолепные западные какие-то коллективы, не знаю, берлинский оркестр, венский оркестр, нью-йоркский, лондонский, это совершенный механизм, отлаженный, но механизм в положительном смысле этого слова. И за этим стоит невероятная работа. Работа как административного персонала, так и творческая. Работа группы. Работа, опять же, концертмейстера. Это крайне непростой, крайне тщательный труд, который, ну и в России, слава богу, такие, такие, такие примеры за последние 15 лет снова появились. И они и были. Чего стоит оркестр Муравинского, нынешний оркестр Тимирканова. Это великие коллективы. Может быть, в какой-то момент, опять же, в годы становления нашей страны, было такое, может быть, немножко бесконтрольное, или не то, что бесконтрольное, ничего страшного нет в бесконтрольности, но хаотичное размножение коллективов. Может быть. Сейчас происходит обратный процесс, когда какие-то организмы, которые не имеют способности к выживанию, они могут отмирать, способные как раз, способные меняться. Наверное, поэтому происходит новое назначение молодых людей, назначают здесь, там, в театре. Это замечательный процесс. Я считаю, что он, в общем, задается сверху и подхватывается дальше. Это вообще, вообще не бояться, не бояться смен поколений, это, это великая мудрость. Это действительно великая мудрость. И возвращаясь к оркестрам, недостаточно закончить Московскую консерваторию, чтобы быть прекрасным оркестровым музыкантом. Недостаточно. И даже недостаточно выиграть ведущий какой-нибудь конкурс, не знаю, Чайковского или, не знаю, Королевы Елизаветы, чтобы стать прекрасным оркестровым музыкантом. Это особый вид труда. Это как бы командный труд. Понимаешь? То есть есть индивидуальные виды спорта, есть там, не знаю, велосипедная команда, которая работает на достижение результата. Это совсем разные виды. И за работой коллектива стоит, за исполнением симфонии стоит огромная работа многих людей. И эта работа никогда не перестанет быть ненужной, пока нужна классическая музыка. Наоборот, я бы сказал, что... Нет, вот это пока мне тревожит. Нет, классическая музыка будет нужна всегда. Мы в это верим, да, и, безусловно, музыка в том или ином виде будет нужна всегда. Не надо бояться, что она меняется. Сегодня нужна одна музыка, завтра нужна другая музыка. Этого не боялись ни Моцарт, ни Бах, ни Чайковский, потому что, когда появляются эти люди, они своим талантом, понимаешь, не нужно никого убеждать. В 21 веке не появился еще ни Чайковский, ни Моцарт. Ну, в 21 веке появились таланты в каких-то других областях. То есть, ты согласен с тем, что Моцарт не появился? Я согласен с тем, что Моцартов нет, потому что просто общество наше изменилось, и востребованность, и сосредоточенность людей на чем-то другом. Появились невероятные специалисты в области IT, появились Цукерберги, Брины, и прочие-прочие товарищи, которые работают, не знаю, в изучении нейросетей. Это тоже потрясающе. Это такие же гениальные люди, как были и Моцарт. конечно, когда я слушаю кантаты Баха, понимаешь, или там, это, наверное, то, ради чего стоит жить, просто не глядя на то, в каком состоянии вокруг тебя цивилизация, и музыка, наверное, помогает человеку выжить при любых обстоятельствах. Музыка, которая звучит у тебя в голове, будучи единожды услышанной. Это язык, который не каждому дано понять, потому что к нему нужно приучать с детства. Слава Богу, что есть какие-то традиции, которые мы можем передать. Их ни в коем случае нельзя потерять. И, к сожалению, современное, в частности, медийное в широком смысле пространство, пространство доступных информационных потоков, интернета, ютуба, когда ты можешь, когда, конечно, есть большие трубы информационные, здесь уловить эту маленькую, но очень чистую струю вот этой ключевой воды, конечно, за всем этим сложно. Тем не менее, это возможно. Тем не менее, это возможно. И когда ты приезжаешь в Германию или в Швейцарию и садишься в такси, ты слышишь не, извиняюсь, не там радио с какими-то сомнительными песнями часто, а ты слышишь симфонию Малера или, во-первых, Моцарта, это возможно. И сидят люди разных возрастов и разных национальностей. У нас тоже, когда я сажусь в такси, бедные водители, я, правда, редко езжу, но они уже вынуждены переключаться. Мгновенность, это как к тому, что это вопрос выбора. Сегодня в программе «Полеты во сне наяву с Нармин» на радио 1 пианист, художественный руководитель Московского Государственного симфонического оркестра для детей и юношества Иван Рудин. Мы вот сейчас, когда говорили про ценность музыки, оттолкнулись от фразы, что когда с детства, потому что, конечно, мы не можем нашим слушателям, кто может быть не очень знаком, не сказать о том, что ты еще, мне очень нравится эта формулировка династийный музыкант. И это, на мой взгляд, ценно. Мы недавно с одним очень умным человеком говорили про то, что такое генетическая предрасположенность. Я гостила у родителей с отцом своим, академиком, врачом, тоже об этом говорила, что генетика уже не просто понятно, что огромнейшая часть нашей жизни. Отец Ивана, замечательный пианист, виолончелист, я уже тоже думаю о тебе, видишь, оговорка по Фрейду, замечательный виолончелист, художник руководителя камерного оркестра музыка «Вива», Александр Рудин, который, кстати, для Подмосковья тоже хорошо знаком нашим зрителям, слушателям, потому что часто выступает в Клину, в концертном зале Чайковска в наших программах. Понятно, что он сам человек востребованный, занятый, и не было, наверное, того момента, когда он от и до находился над твоей головой и вместе с тобой делал уроки, но понятно, что влияние его огромное. И вот, кстати, интересно, какова была его реакция, когда ты принимал это решение возглавить оркестр, когда ты его принял, и вообще, что для тебя, в общем, тот факт, что ты в профессию пришел, вот так сказать, ну все-таки с некого трамплина. Ты знаешь, это разговор не на час и не за стаканом воды. Ну, такой формат у нас. Я тебе могу сказать, что отношение к династии, мне кажется, в каждой профессии свое. И есть профессии, в которых династию не передашь, мне кажется. Я не стала врачом, хотя у меня все врачи до десятого колена. На самом деле, в моей семье тоже большинство как раз врачей. Да? Как это ни странно и ни удивительно. Но вот есть такие профессии, мне кажется, профессии музыканта это не то, что передается по наследству. Это не потому, что уж больно суровое сито в этой профессии стоит. В каждый этап твоей жизни, твоей судьбы, творческой и нетворческой. И так и было, в общем-то, у меня я мне посчастливилось попасть в класс одной из, если не самому, наверное, лучшему детскому педагогу или вообще педагогу нашей страны, а может быть и мира в детской школе. И она совершенно не предвзята, Татьяна Абрамовна Зейкман. Многие знают это имя наверняка по плеяде известных пианистов. это человек абсолютно бескомпромиссный, человек, который никаких не ищет конформистских решений и не берет детей просто известных людей. А если какие-то случайные просто люди, которые попадают, они быстро уходили из этого класса, такие жесткие условия стояли перед всеми нами. поэтому вопрос династии это вопрос твоей способности существовать в этой профессии, твоих профессиональных данных, твоего таланта, твоего горения, твоей любви к музыке и делу, которым ты занимаешься. Хотя, в принципе, я могу сказать, что я с большим доверием, может быть, скорее всего, отнесся бы к врачам, которые не в первом поколении врачи. Понимаешь, потому что культура, конечно, дело, когда человек уже вырастает в профессии, он, конечно, гораздо шире у него кругозор, но совершенно это не ограничивает ни от чего. И чем больше людей в первом поколении, тем лучше. Постоянное обновление, вот этой новой крови, ни в коем случае нельзя бояться новых людей. Только не уходи от ответа, какова все-таки была реакция папы, что его сын теперь, у него камерный оркестр, а у сына большой симфонический. Я не могу скрывать, что я не обсуждал этот вопрос. Конечно, мы обсуждали и сложности, которые будут стоять. Но я тебе могу сказать, что, в общем-то, он пожелал мне успеха и не сказал, и не сказал мне, что мне ни в коем случае этого не надо делать. Ни в коем случае такого он не сказал, а наоборот, в общем-то, он был одним из тех, кто, скорее, его совет был в сторону того, чтобы я принял это предложение. Но у меня, надо сказать, что был целый пул людей, чьим мнением я дорожу. И, безусловно, итоговым это было мое внутреннее ощущение, как я считаю. но мне хотелось просто сравнить какие-то отблески того, что я слышал у этих людей со своим ощущением. Поэтому папа мне, в общем, поддержал в этом предложении, в этом решении моем. И вот мы на эту тему недавно коротко общались. Желает мне сил, удачи и всего, что необходимо в этой деятельности. И вообще, условно говоря, вот такие неформальные, ну не то, что, ну как бы связь даже смешно в данном случае, родственные связи, а какие-то вещи, которые, условно говоря, вот ты сказал, да, что человек растет в среде, это же тоже, это же вот эти все решения репертуарные, это же метафизика, вот как мне кажется, да, ну как, ну мы считаем, что это, ну я считаю, что это все равно подсказывается сверху, да, потому что творческий человек там оттуда как-то руководим, как мне кажется, но при этом, наверное, то, что ты накапливал на подсознательном каком-то уровне, вращаясь в этой среде, оно сейчас будет выстреливать, вот как мне кажется, ты можешь проснуться среди ночи с решением, что вот надо взять там вот это произведение. Ну ты знаешь, да, то есть ты должен плавать как рыба в воде, безусловно, когда ты с детства, но на самом деле для этого не обязательно быть совершенно представителем какой-то династии музыкальной, если ты просто с детства тебя тянет к чему-то, ты слушаешь музыку постоянно, да, ты интересуешься музыкой, ты занимаешься музыкой, если ты живешь в том или ином мире, или ты читаешь книги, ты, я не знаю, читаешь пьесы, тебя тянет в театр, то ты, безусловно, чувствуешь себя в этой среде очень естественно, и у тебя твой багаж, твоя чуйка, я не знаю, какая-то, то есть тебе что-то действительно подсказывают, из-под сознания выплывают, а вот есть вот это, а вот есть вот это, потому что это такая живая среда, дорн такой, да, на котором, на котором что-то может произрасти, и безусловно, это так именно и происходит, как ты говоришь, решение может как бы прийти внезапно, но на самом деле оно не внезапно, ты сама это понимаешь, да, то есть это нужно было сначала, там, 25-30 лет что-то в себя постоянно находиться в этом жить, для того, чтобы потом эти решения, или там, Менделеев, он же не так, таблица ему за ночь, конечно, приснилась, но мы понимаем, что он до этого не, да, аграрным хозяйством занимался, да, в основном, и Ньютону тоже, так в момент, когда яблоко упало, конечно, всем остальным падало, до этого. Конечно, и никаких решений не происходят, то есть, безусловно, есть этап накопления, и он никогда не должен останавливаться, и выдающиеся музыканты, на которых мы имеем счастье смотреть, с которыми мы имеем счастье, не только музыканты, актеры, ученые, писатели, чем человек успешней, это говорит о том, что он не прекращает учиться, не надо думать, что, да, вот что человек только отдает из себя, он уже учит кого-то, талантливый человек учится каждую секунду, вот он смотрит, он что-то видит, он может что-то для себя почерпнуть, как только человек останавливается в развитии себя, как творческая единица, а человек так или иначе, в любой профессии творческая единица, да, творческая личность, он, он на самом деле сразу делает шаг назад, мы делаем арку начала нашего разговора, понимаешь, и он теряет собственную актуальность, то есть, а вот потери собственной актуальности мы можем сразу обсудить там Илья Ильич, Обломов и прочие люди, и, кстати, однофамилец, мой, Роман Рудин, да, это все вот лишние люди в русской литературе, в русской жизни, как не стать таким человеком, постоянное движение вперед. Пианист Иван Рудин будет находиться всегда в добром согласии с художественным руководителем оркестра, потому что есть интересы солирующего пианиста, все-таки, но это сейчас, как говорят, иногда надо посмотреть глазами оппонентов, наверное, наверное, кто-то будет говорить, вот, теперь он будет выстраивать все-таки репертуар, хотя, с другой стороны, если мы возьмем примеры там старшего нашего любимого товарища Юрия Абрамовича Башмит, это то, что его оркестры много играют альтовой музыки, где он солирует, но это совершенно нормально и органично, потому что худрук в данном случае, ну, как бы, если есть, если нет гамлета, гамлета ставить не надо, а если есть, если есть уже, да? Худрук-локомотив. Да. Ты имеешь в виду, конечно, это безусловно так. У меня на этот счет такая позиция, я собственную, собственную сольную деятельность, как занимался ей, так и занимаюсь, самое главное здесь, это умение планировать собственное время, это самое сложное, понимаешь, потому что оставаться в постоянной форме, чтобы быть готовым ко всем своим концертам, это, собственно, самый большой вызов, когда ты вынужден или не вынужден, а когда у тебя еще какие-то обязанности, кроме творческих. А, знаешь, играть с оркестром, безусловно, я, наверное, буду периодически играть со своим коллективом, первое время я должен им помочь, я приглашу их на проект, который я возглавил, где я стал артистическим директором конкурса, молодежного конкурса «Золотые таланты» в Курской области, который пройдет в конце ноября, начале декабря, и куда я, кстати… Даже я не слышала, слушатели тем более, что за проект. Фонд Алишера Усманова, известного бизнесмена и мецената, это действительно выдающийся фонд, который помогает, он называется «Искусство, наука, спорт», отсюда области его деятельности, создал замечательный проект в Курской области, где находится часть предприятий Усманова, предпринимателя, будет проходить конкурс в этом году по специальности «Скрипка и народные инструменты». То есть это конкурс, вот надо просто, чтобы это прозвучало, то есть это конкурс молодых талантов, музыкантов, да. Со всей страны, это на самом деле международный конкурс будет, пожалуйста, открыть сайт, куда можно направлять свои заявки. Как называется еще раз? «Золотые таланты». «Золотые таланты». Ребята подают заявки, потом мы отбираем участников первого тура, будут победители конкурса, и один из победителей станет обладателем гран-при. Мы надеемся, что лауреатов ждет интересная судьба, участие в творческих проектах фонда искусства, наука и спорт, других проектов, других регионов, в Москве. Мы, как коллектив Московский государственный симфонический оркестр пригласим лауреатов конкурса на концерт в Большой зал Московской консерватории в конце сезона. То есть мы знаем, что ребята не просто станут лауреатами, не просто наденут на шею какие-то там знаки отличий или получат, слава богу, деньги, но на деньгах не заканчивается творческая жизнь, но они получат возможность выступать, быть замеченными в главных залах нашей страны. Вот я беру свой коллектив, приглашаю участвовать в этом проекте. В финале ребята будут выступать с этим оркестром в Курске. Это огромный опыт для ребят до 18 лет. Я вспоминаю, например, 90-е годы выступления с коллективом, тем более симфоническим оркестром. Это большая сложность и большая удача и редкость. Я надеюсь, что много людей из регионов, я надеюсь, что вот в частности дети из Подмосковья, подавайте заявки, будьте смелее, не бойтесь, вам кажется, что вы сегодня не готовы, сегодня, может быть, вы не готовы, у вас еще есть месяц, чтобы подать необходимые документы, чтобы подготовить программу, потом еще есть время подготовиться к самому конкурсу, делайте эти шаги, никогда не поздно. Конечно. Никогда не поздно. Ну, это да, это ребята, которые занимаются музыкой, занимаются этим, ну, которые, в общем, планируют, что это была бы профессия, да, но при этом вот сегодня же еще, мне кажется, люди возвращаются, просто так получилось, я от нескольких людей очень успешных в бизнесе, в своей области слышу, что вот мы хотим в свободное время научиться, взрослые люди, научиться играть на рояле, вот в этом же тоже есть что-то, то есть, как бы вот мы говорим 21 век, роботы и так далее, человек тянет к этому. Безусловно. Задача медиа, например, делать культуру модной. Модной в хорошем смысле этого слова, не на потребу, я имею в виду, публики, да, а во-первых, многие люди, это удивительно для меня, но многие люди во взрослом возрасте ни разу не были на концерте классической музыки, они с ужасом вообще представляют, что это, по рассказам только там кто-то напевал, они думают, что это скучно, это вовсе не скучно. Вот, сегодня я нахожусь в этой студии, что называется, «С корабля на бал». Мы вернулись вместе с замечательными артистами, музыкантами, Юрием Абрамовичем, Башметом и Константином Хабенским из Сибири, где, значит, выступали, и публика, публика с воодушевлением несколько вечеров подряд принимала наших... Карнавал животных играли? В частности, Карнавал животных. Это мой любимый, просто шлягер ваш. Каждый раз мы что-то придумываем новое, поверь, если бы ты была вчера и позавчера. Я видел несколько раз, я все время тоже вижу, что там что-то новое, это правда. Да, и я могу сказать, что мы сами не теряем этой творческой инспирации, вдохновения, и наша задача не выходить как в рутину, а что-то новое, потому что тогда мы можем людей, вот этих новичков, первоклашек, пусть и, не знаю, 50+, мы можем их завести, зажечь, чтобы они пришли еще раз, и еще раз, и услышали уже теперь не только Сенсанса, но и Чайковского, потом не только Чайковского, но и Дворжика, потом не только Дворжика, но и Брамса. А там и до Британа недалеко. А там и до Британа недалеко. Сегодня в нашей студии в программе «Полеты во сне» на Иву с Нармин у нас в гостях пианист, художественный руководитель Московского государственного сифонического оркестра для детей и юношества Иван Рудин. К разговору про популизм, да, вот наше все время, сегодня мы про это говорим, вот грань, вот где, как ты чувствуешь эту грань между свежестью, там, какими-то новыми формами и каким-то, ну, откровенным, может быть, ну, потому что есть люди, особенно такие, вот, пуристы, которые считают, что все-таки академические музыканты, представители классической музыки, они должны себе позволять то-то, то-то, то-то. Это касается взаимоотношений с залом, каких-то таких форм странных, иногда и кроссоверы, хотя я, например, считаю, что как вот это прекрасно, ну, разные жанры, да, в одном концерте. Вот как ты это чувствуешь? когда-то очень точно Михаил Васильевич Плетнев охарактеризовал, он сказал, что, что бы ни делалось, это должно быть талантливо. Понимаешь, если на сцене что-то делается талантливо и качественно, безусловно, то я это приемлю, если в этом нет пошлости, пошлости. Для меня есть определенное понятие границ сценических, что на сцене наверное для меня неприемлемо, но у меня опять же есть право просто не пойти на то, что я считаю неинтересным. Например, какие-то вещи там в театрах, если мне это не нравится, но я не пойду второй раз, или у меня есть возможность уйти в антракте, не обязательно кидать камень. Это мой выбор, как то же самое, как выбор телезрителя, коим я, к сожалению, не являюсь, но тем не менее, переключить или вовсе выключить. Нет, речь даже не только там условно про это тоже, но и про само существование артиста, допустим, соцсети, какие-то рекламные ходы, светская жизнь, вот это все, то есть как бы что сегодня классические музыканты многие функционируют в системе поп-культуры и преподносят себя как артист в эту систему. Это должно быть гармонично для каждого. Есть люди, для которых мы понимаем, что присутствие Юрия Хатуюча Тимирканова в соцсетях я представить себе, извини, не могу. Понимаешь? Наверное, да. Мариса Янсенса, ну вряд ли. Я была бы счастлива, если бы он поставил мне лайк, на самом деле. Если бы он в Инстаграме начал постить видео, ну, наверное, он бы... Фотографировать еду еще, да. Он бы меня сильно удивил, если бы он начал вести там, что сейчас модно у детей, бьюти-блоги и диспансонии там делают. Ну, на самом деле, ну мы же от него этого не ждем. Абсолютно нет. Он абсолютно гармоничен в том, что он делает. Он классный. Он выходит на сцену. Этого вполне достаточно вместо любого Инстаграма, Твиттера и Ютуба. Просто у него такая энергетика, такая харизма, творческая, личностная, что это совершенно не нужно. Конечно, более молодые люди, молодое поколение музыкантов не может отрицать существование нового медийного пространства. Мы просто все другие, мы говорим на другом языке, и нам, безусловно, его необходимо осваивать, что, в общем-то, в той или иной степени все делают. Да. Не могу сказать, правда, про себя. Нет, но мне кажется, что это удобно в том смысле, что ты можешь сама, ну, условно говоря, презентовать те какие-то свои там идеи, формы. Все же жалуются на журналистов. Журналисты все исказили. Я говорила не то, они там не так протранслировали, шифровали интервью. Это человеческое невнимание просто, даже не то, что журналист. Люди часто невнимательны, из-за того, что много информации. Ну да. А тут ты можешь сам на своей страничке написать ровно то, что ты хочешь сказать. Вот если из этих соображений. И если уж тебя поймали, я не знаю, что ты сказал, что ты не то. Тут уж, да, интернет тебя поправит. В принципе, я считаю, что в этом, это правильно. Люди хотят оставаться на связи, они хотят видеть, что ты делаешь, где ты, если ты известный артист, где ты выступаешь. Это их право. Потому что медиа в понимании 20 века уже недостаточно. Только радио, только телевидение. И люди хотят в онлайн-режиме знать, где ты находишься, что ты видишь, с кем ты общаешься, что ты играешь. Это вот новый такой соблазн. В принципе, он очень опасный. Он особенно опасен для подрастающего поколения. Я как отец могу сказать, да. Меня не может это не пугать. Да, ты разрешаешь своим дочерям, кстати, быть в медиа? Ну вот, я могу сказать, что когда мои дети стали чуть-чуть уже входили в возраст более сознательно, и мы отказались от телевизора дома. Но потом стало понятно, что в принципе этого недостаточно. Интернет заменяет, конечно, полностью. Это очень опасно. Я вижу, что эта среда, она излишне засасывает. Понимаешь, я не могу сказать, что я супер, супер вовлеченный родитель в процесс воспитания из-за вот всех проектов и деятельностей, занятости. Но я думаю, что они как-то справятся, они как-то выплывут. Это их море, вот они в нем плавают. Я просто, честно говоря, с ужасом представляю, как они, может быть, они это все должны перерасти, что ли, вот эту вот, эту вовлеченность в чужую жизнь, и потом найти себя в этом. Мы должны им помочь, может быть, какими-то старыми нашими уже, получается, как им кажется, ненужными костылями в виде хорошего кино, книг. Прежде всего, это то, за что моя душа болит, потому что я вспоминаю, как читали мы. У меня, значит, мама уходила на работу, мне нужно было заниматься вместо этого, там за день были прочитаны какие-то книги, не знаю, там, Жульверна, за день с утра до вечера, просто не вставая с одного места, вот последняя страница закрывалась, ни одной ноты не было сыграно, но зато были просто, заглатывались эти книги, и как это было интересно, это был совершенно невероятный мир, для меня закрывалась дверь родителя, и этот мир оживал ровно так же, как сейчас у них 3D, YouTube, просто вот плыли корабли, пираты, не знаю, все что угодно, такое же 3D. мне кажется, мне жалко, что они не испытывают это ощущение, для них уже, открывая книги, для них это какое-то насилие над собой, одну книгу, одну страницу, другую, третью, но с другой стороны, мне кажется, если постоянно они погружаются в это, то это становится и проще, это, конечно, то, что болит у нас, но с другой стороны, опять же, возвращаясь к твоему вопросу, мы, находясь на связи, музыканты, может быть, мы наоборот, эту среду разбавляем каким-то более качественным контентом, может быть, и может быть, в этом тоже наша задача, и в конце концов, люди нашего поколения, они хотят быть на связи, может быть, именно не с бьюти-блогом, а я не знаю, там на связи с социальными сетями Дениса Мацуева, например, и это гораздо им ценнее и дороже, и слава Богу, что он такой активный их пользователь. Традиционный для названия программы финальный вопрос, что дает полеты во сне на его, что дает тебе чувство полета? Все делают это паузы, все задумываются, значит, ни разу не было, чтобы человек сразу сходу ответил, это о многом говорит. Знаешь, нет, как словами передать это ощущение, наркотическое, вот, например, вчера на концерте у меня было чувство полета, конечно, творческое опьянение, я думаю, что это самый сильный вид опьянения, и поэтому многие говорят, что сцена это наркотик, но это наркотик, который не всегда дает тебе это чувство, это набор факторов, когда ты раз и взлетел, вот, например, вчерашнее выступление, я парил вместе с своими коллегами на сцене в этом ощущении, действительно, мы парили и мы делали общее дело, и мы все так банально говоря, получали какой-то общий творческий кайф вместе с залом, и нам было не важно, где мы, пусть мы в Кемерово, или мы, я не знаю, в Токио, или где бы мы ни были, но все вокруг в этот момент уходит, забываешь про все, и наслаждаешься именно этим моментом, конечно, творчество, это наш главный на Котико. будем, я думаю, видеться и здесь, и в Московской области, на разных площадках, надеюсь, в состоянии полета, благо, есть теперь новый коллектив, он будет у нас желанным гостем, и до встречи. Спасибо. Сегодня в программе «Полеты во сне наяву с Нарвин» на Радио 1 был пианист, художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества Иван Рудин. Полеты во сне и наяву Снармин